ПОДПИШИСЬ! Вот экватор, экватор позади уже первого периода, а с шайбой сейчас Бодров, опаснейший момент у ворон Кошечкина вот за счет вот этого прохода, Данис Зарипов затянутся до шайбы, вот опять посмотрите, быстрый переход из оборон и в атаку от Барса, классная передача, бросок по воротам, и так его и не случилось, не попал тут Корнеев по шайбе. Медведев, бросок, перед собой Кошечкин и уложил его там нападающий от Барса, но вот все-таки помогли, помогли Кошечкину болевые. Активно провели ее хозяева, бросок Медведева, и вот посмотрите, Меллер пытался уложить Кошечкина, в общем-то это практически получилось, но шайбу потом, посмотрите, Василий выбивает очень здорово клюшкой, ну а тут Никулян пытается его увести на бросок. Какой момент, прошла эта передача Василий Кошечкин, сложился покошачий, еще момент у ворот Металурга, опять Кошечкин спасает, ой, куча мала, и игра остановлена. А, вот этот непроходимый барьер Магнитогорский в лице Кошечкина спасает свою команду. Ошибки, но уже были на грани, и те и другие могли подкараулить, создать себе опасный момент, и вот сейчас на пятак передачи, и тут Евгений Григоремко наскакивал. Это уже может быть опасно, но передача не проходит на Бодрова, но Петров за воротами, любит он налезать на пятак, режет угол, момент, до броска дела пока не дошло, Лукаянов. Возможно это и был план Зентулы Белелединова, и опять лезут казанцы к воротам, и вместо шайбы там игрок Акбарса, продолжается атака, и выловил рыбку из пруда. Василий Кошечкин поймал шайбу в ловушку, да, и вот еще раз смотрим, дядь Пайгин бросал, но видел прекрасный момент броска, и сейчас Василий, здорово Малыхин открывался, и увидел ведь его партнер. И вот еще одна передача на пятак, бросок, Кошечкин, добивание, и шайба где-то под голкипером. Какие моменты стали возникать регулярно у ворот Металлурга? Казанцы темп. Передача Малыхина, еще один бросок опасный Малыхина, и вот мы видим, да, шайба там под Василием Кошечкиным. В угол на Зарипова. Коварш. Хорошая диагональ, хорошая по замыслу, по исполнению не получилось. Зарипов. Три минуты еще играть. Зарипов на Алии. Стараются такой треугольник разыграть. Да не Зарипов, и гол! Как там забивают магнитогорцы? Как Зарипов нашел эту лазеечку? Непонятно. Все-таки на исходе этого большинства Зарипов забивает. 1-0 магнитка повела. И вот он, фанфектор Металлурга. Естественно, кричат, молодцы, молодцы! Зарипов 1-0. Вот цена большинства. Пожалуйста, второе лишь удаление Акбарса. Вот этот треугольник прямо ровно разыграли. Посмотрите. Магнитогорцы. И все-таки тут можно, наверное, предъявить, конечно, претензии Андерсу Нильсону. Не сумел он тут в ближнем углу надежно сыграть. И тринадцатая шайба Даниса Зарипова. Игроки магнитки. Решающую победную шайбу забрасывает Данис Зарипов. Данис Зарипов. Именно он забросил решающий буллит своей бывшей команде 10 дней назад в Магнитогорске, когда магнитка победила. Данис Зарипов.